Есть коалиция. Спустя пять месяцев после выборов в Бундестаг немецкие политики создали правящий союз. Точку в этой эпопее поставили члены социал-демократической партии, которые проголосовали за коалиционный договор. Подробнее Татьяна Лагунова. Результаты голосования объявляют торжественно. Это не просто сухие цифры, а четкий сигнал. Пять месяцев политической неопределенности позади. В Германии есть коалиция. Почти 240 тысяч членов партии проголосовали за, 123 тысячи против. Теперь в процентах 66 за, 34 против. Это решение далось социал-демократам нелегко. В последние недели мы открыто и прозрачно обсуждали коалиционный договор. И в дебатах приняли участие многие члены партии. Решение действительно далось непросто. В рядах партии было много ярых противников большой коалиции. И результат голосования оставался интригой до последней минуты. Теперь интрига в другом. Кому партия доверит портфели министров в новом правительстве? Кадровым вопросом мы займемся на следующей неделе. Наша квота 6 министров. Могу сказать, что это будут 3 мужчины и 3 женщины. Среди них вы увидите как старые, так и новые лица. Самое ожидаемое назначение это министр иностранных дел. Пока непонятно, оставит ли партия на этой должности действующего министра Зигмара Габриэля. Или подыщет ему замену. Проголосовали социал-демократы, а выиграла лидер демократов христианских Ангела Меркель. Она остается канцлером Германии еще на 4 года. Причем управлять страной будет в союзе с предсказуемыми партнерами. Канцлером большой коалиции Меркель уже была причем 2 срока. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.